Так, открываем Авито. Карбоновый Санта-Крусовый 10 2020 года за 30 тысяч рублей. Неплохо. Картинка похожа на Bike of the Day с Vital MTB. Ну, наверняка совпадение. Описание в натуре чёткий. А, ну всё понятно. Предоплата 100% на Kiwi кошелёк. Что, может пойти не так? Да ничего. Оплатить. Осталось дождаться, пока придёт мой байк мечтой. Он же ведь придёт. Обычно я люблю раскрывать тему достаточно глубоко. Как, например, было в видео про отскок. В интервью Кирилла Бандероне. Видео про страх. Видео про травмы. Ну, дальше перечисления. Ещё целая куча видео на канале. Но сегодня я всего лишь вставлю свои 5 копеек в широкую тему покупки бэушных велосипедов. Вот, тема покупки бэушных велосипедов. Я вставлю ещё вот столечко. Но, тем не менее. Расскажу о том, что, по моему мнению, следует держать в голове для того, чтобы купить бэу велосипед. Чтобы выбрать правильный велосипед. Чтобы не попасться на ловки мошенников. И поделюсь личным опытом. У велосипеда одного типа и назначения свой адекватный прайс. То есть, понятное дело, что дёртовый байк будет в целом дешевле, чем дунхильный байк. Поэтому первое, что следует сделать, это понять, а хватает ли у вас денег. И не попадаете ли вы в зону риска. Я предлагаю следующую условную формулу. Мы берём розничную цену велосипеда. Вычитаем из неё 30%. И вот оставшаяся сумма, 70%, это та сумма, за которую можно купить хороший бэу велосипед в нормальном состоянии. Например, у нас есть дунхильный велик в жёлто-синем магазине. Не скажу, каком бренда из двух букв. Не скажу, какого. Ну, блин, я не хочу им рекламу делать. Но, тем не менее, у нас есть скидочный велик 2017 года. Новый. Со скидосом он стоит 140 тысяч рублей. Отнимаем от него 30%, то есть умножаем на 0,7. И получаем 98 тысяч. То есть, в принципе, за 98 тысяч вполне реально купить дунхильный двухподвес в хорошем состоянии. Это не зона риска. Цена бэушного велосипеда тем ниже, чем более старого года велосипед, и чем хуже у него состояние. Причём эти две вещи, как правило, взаимосвязаны. То есть, если велосипед старый, скорее всего, катались на нём дольше, следовательно, состояние его хуже. И, на мой взгляд, зона риска – это примерно 50% от рыночной цены. Та зона, в которой, в принципе, можно найти более-менее нормальный велосипед, но это будет сложно, и большая часть велосипедов на рынке будет хламом. Живой пример. Я сравнительно недавно помогал подсолнуху выбирать байк. Мы с ним ездили смотреть спошилайза демо 2010 года за 68 тысяч рублей, что составляет примерно 48% от той самой рыночной цены дунхильных велосипедов. Там был зонт заднего колеса стандартный, а у демок он должен быть нестандартный, поэтому заднее колесо было смещено ближе к одним перьям. Бывший владелец срезал там боковые шипы для того, чтобы они не тёрли перья. Там не работала компрессия, там люфтила подвеска, и там был неродной болт крепления заднего амортизатора. Ну и в целом состояние велосипеда было такое себе. Аргументировав свою позицию, мы смогли скинуть цену велосипеда с 68 до 65, ну потому что это всё равно демка, рабочая, без трещин, все дела. И отвезли велосипед к Александру Проскурину в мастерскую Байк-Ин. Выяснилось, что подшипники подвески полностью мертвы, пришлось заменить все подшипники. Выяснилось, что внутри амортизатора какая-то неведомая жижа, и в качестве антипробоя там кусок ковра или что-то типа того. В общем, амортизатор пришлось полностью заменить. Кроме того, пришлось поправить зонт колеса и выточить новые втулочки в амортизатор. Итого, за ремонт Александр Проскурину отдал Проскурину 6 тысяч рублей, и то по блату, по скидке, по знакомству, иначе было бы больше, в районе 10, наверное, бы вышло. Ещё и за новый амортизатор, бэушный, Санёк отдал 15 тысяч рублей, итого 21 тысяча рублей, 21 тысяча рублей плюс 65 тысяч рублей, 86 тысяч рублей. В конечном итоге обошёлся ему с пошелайзет демо 10-го года. По идее, было бы логичнее взять изначально эти самые 86 тысяч и искать велосипед за эту цену. Но дело в том, что подсомах искал себе эску, и выбор у него крайне ограничен. Ну, реально, на рынке эмок и элика куда больше. Причём 86 тысяч, это где-то 61% от той вот гипотетической розницы. Это тоже зона риска, но уже шанс купить какаху меньше. Разумеется, из этого правила... Нигде нет этого правила, оно у меня из головы, не знаю, зачем оно вам нужно. Есть исключения. Например, в 2019 году я продал свою NS Soda Evo Air 2015 года за 75 тысяч рублей, то есть 53% от розницы, то есть как бы зона риска, или даже 37% от его реальной РРЦ, потому что он стоил 200 тысяч. И его состояние было, берёшь и едешь в байкпарк, катаешься и раздаёшь. Или в 2016 или 2017 я продал свою UMF Freddy Team 2011 года на неплохой достаточно навеске за 45 тысяч рублей в состоянии сел, поехал кататься в горы. Но дело тут не только в том, что я хороший и молодец. У этих байков, которые продал я, нет наценки за бренд. Понятное дело, что велосипеды фирмы Specialized котируются значительно выше, чем NS Bikes или тем более UMF. Вывод из всего этого следующий. Если вы берёте себе велосипед в зоне риска, готовьтесь к долгим, душным, сложным поискам адекватного варианта, либо готовьтесь вкладывать деньги в ремонт. Лучше сразу накопить сумму как можно больше и брать велосипед, который не находится в зоне риска по бюджету. Это первое. И второе. В большинстве случаев за велосипед именитого, большого, жирного бренда типа Spesh вам придётся заплатить больше, чем за похожий велосипед от брендов попроще, которые не особо котируются. Ну, например, та же самая NS или Merida. Ну, Spesh действительно делает клёвые штуки, но, блин, придётся переплатить. Ну, тем более, ну, дэмко. Зато Сосанёк радуется, у него дэмко. Не то, что у тебя, Игорян, там какой-то сменсаля у меня дэмко. Радуется, там сидит. Я бы поделил все типы покупок на два. Это покупка в своём городе, когда вы можете физически приехать и осмотреть байк. И покупка с доставкой. Сперва поговорим о доставке. На мой взгляд, самый плохой сценарий — это не потратить деньги на вел и получить плохое вел, а потратить деньги на вел и не получить вообще никакого вела. Поэтому сперва мы поговорим о мошенниках, о том, как мошенничество избежать и вот всём таком. Первое, что нам нужно сделать, это выключить вот здесь у себя в голове восторженного ребёнка, ждущего подарок, и надеть гипотетическую шляпу Шерлока Холмса. Ну, вы знаете, когда ты нашёл какой-то клёвый вариант, который подходит тебе по цене, с красивыми фотографиями и картиночками, тебе становится сложнее мыслить рационально и отказаться от покупки. И поэтому ты запросто можешь лохануться, отправить деньги мошеннику или просто купить барахло. Поэтому восторженного ребёнка, ждущего подарка, выключаем, расчётливого Шерлока Холмса включаем. Первое, что стоит держать в голове — чудес не бывает. Если вы нашли на Авито какой-нибудь карбоновый Санта-Круз В10 за 30 тысяч в сборе, скорее всего, это либо развод, либо краденый велосипед. В первом случае вы лишитесь денег, во втором случае, кто знает, может быть, на улице вы встретитесь с предыдущим владельцем, который даст вам по башке и сдаст в полицию, и то и другое — отстой. Есть такой распространённый тип мошенничества — продажа фотки. Ну, это когда злоумышленник просто где-то берёт чужую фотографию, велосипеда у него на самом деле нет, но он его как бы продаёт. Для того, чтобы таких, собственно сказать, людей было меньше, в барахолке сообщества RolloDay ВКонтакте есть правило — фотография должна публиковаться с рукописным на бумажке ID на фото. Разумеется, это тоже не гарант, потому что существуют мастера фотошопа, но снижает шанс и снижает количество мошенников в группе. Если вы покупаете на каком-то другом ресурсе и фотки с ID нет, да даже если есть фотка с ID, неважно, имеет смысл попросить продавца скинуть дополнительные фотографии определённого узла крупным планом, с определённого ракурса. Можете даже попросить его сделать селфач, его лица на фоне байка, почему бы и нет. Если продавец морозится, не хочет скидывать дополнительные фотографии, идём мимо. Как бы больно это не было, как бы нам не хотелось купить этот байк. Потому что реально иначе вы пойдёте на чувака, у которого этого вела нет, и переведёте деньги непонятно куда. Ну, продажа байка — это же серьёзная вещь. Если ты продаёшь велик там за 30 тысяч, и у тебя наклёвывается клиент, нет никакой проблемы в том, чтобы сходить фоткать. Вон, мы с тобой там продаём этот твой. Без проблем можем подойти, чего бы, нащёлкнуть, отправить. Есть ещё и следующий уровень дна — это мошенники-посредники. Есть настоящий продавец, который реально продаёт велосипед. Есть вы, а есть мошенник-посредник, который ворует у него весь контент, фотки, описания и так далее. И вы нашли объявление именно этого мошенника. И когда вы спрашиваете у него дополнительные фотки крупным планом, он их спрашивает у этого же настоящего продавца и пересылает вам. В общем, схема вроде ясна. Поэтому все фотки, которые есть, берёте и ищите через Google картинки, через Яндекс картинки, ищите их первоисточник. Если первоисточник не относится к этому продавцу, которого вы нашли, то вы понимаете, что это мошенник. Если вы удостоверились, что велосипед у продавца на самом деле есть, это ещё не значит, что вас не кинут. Ну, как говорится, если вы параноик, это ещё не значит, что за вами не следят. Поэтому посильнее надвигаем шляпу Шеллока Холмса и продолжаем изучать дальше. Идеально, если у человека есть страница в соцсети. Наша задача максимально эту страницу изучить. Как давно она существует? Когда были сделаны первые записи? Потому что если страница создана недавно, там, неделю назад или месяц назад, это намёк на то, что... Что бы вы думали? Возможно, это мошенник. Смотрим, сколько фоток живые они и настоящие ли они. То есть, если у человека есть живые фотографии его самого, это здорово. Но ищем эти фотографии через Google картинки и Яндекс картинки. Потому что, не дай бог, выяснится, что это фотки какого-нибудь другого человека, актёра и так далее. У меня, кстати, был случай, мы переписывались с одной мадемуазель. И она мне скинула фотку торса в шоколаде, типа она для этого, для какого-то журнала фоткалась. Ну, такую нюм мне прислала. А я загуглил, и на самом деле она скачала эту фотку. Пыталась меня нахитрить. Но меня не нахитришь. Поэтому теперь у меня есть жена. Дальше смотрим, есть ли у человека активность за последние дни. Если выясняется, что все записи датированы лохматым годом, есть вероятность, что это купленная или взломанная страница. Опять же, только вероятность. Мы просто собираем кучу маленьких косвенных фактов, из которых потом уже будем строить наши предположения. Ищем общих друзей. Если кто-то из них действительно нам друг, а не как вот в ВКонтакте все друг друга добавляют просто так, почему бы и не спросить у этого общего друга, можно ли человеку доверять? Вполне нормальный способ. И в любом случае, если у продавца это не первая сделка, ищем отзывы о его других сделках. Это можно сделать либо поиском по стене в группе RolloDay, введя имя, фамилию, отдельное имя, отдельно фамилию, введя ссылку на его страничку. В общем, по-разному поискать. Либо поиском по обсуждениям, потому что у нас в обсуждениях есть рейтинг недобросовестных продавцов, и можно найти этого человека там, если, конечно, он недобросовестный продавец. Ну и в крайнем случае можно задать вопрос об отзывах об этом человеке на стене сообщества RolloDay, но я этого делать не рекомендую, потому что, насколько уж можно, уже вся стена утонула в этих просьбах. Если у продавца нет странички в соцсети, вы покупаете на Авито, Дёртру или любом другом ресурсе, ищем информацию там, где её можно найти. На Авито, значит, на Авито. На Дёртру, значит, на Дёртру. Также нет ничего плохого в том, чтобы поискать информацию через Google, Яндекс и так далее по имени, фамилии, ссылкам и всё в таком духе. Ну, действительно, на некоторых людей отзывы легко гугляться. Расследование завершили. Поздравляю, вы восхитительны. Вот ещё пару вещей, которые стоит держать в голове. Во-первых, имеет смысл попросить ещё раз текстово описать все косяки велосипеда, для того, чтобы потом у вас не состоялась следующая переписка. На раме я обнаружил трещину, почему ты мне о ней не сказал? Потому что ты о ней не спросил. Обязательно ещё раз спрашивайте о косяках, чтобы вам их написали текстово. Второе. Электронные кошельки — это стрёмненько. Разумеется, если человек просит скинуть кэш на электронный кошелёк, типа Kiwi и так далее, это ещё не гарант того, что он мошенник, но всё-таки почти все мошенники пользуются именно электронными кошельками, а не банковскими картами. Если вы не доверяете продавцу, можно попросить у него фотку лица с паспортом на фоне вела. Естественно, важные данные типа номера можно замазать, но я скажу так, что далеко не все готовы на это пойти. Я бы, например, фото своего паспорта скидывать никому не стал, даже замазав данные. С другой стороны, на стене рада куча случаев, когда чувакам продавец скидывал фото паспорта, а там сплошной фотошоп. Так что мошенники могут и фото паспорта сделать, подделать. К чему этот пункт тогда, да, вообще? Непонятно. И четвёртое. Если у человека есть документы на вела, и он готов составить с вами договор купли-продажи, скорее всего, доверять ему можно. С большей вероятностью, чем если у него нет документов на вела. Потому что если у человека есть документы на вела, как минимум это означает, что вела не крадены, что уже хорошо. Вывод. Если человек настоящий, репутация хорошая, отзывы о сделках огонь, вас устраивает описание, вы проговорили все косяки, вас устраивает способ оплаты, можете смело брать. Но если вас что-то настораживает, то у вас два варианта. Либо не брать велосипед вовсе, ну, потому что лучше не купить вела, чем просто потерять деньги, отдать их какому-то мошеннику. Либо вы можете найти в городе продавца какого-то адекватного, известного человека, который может осмотреть этот велосипед и отправить его вам, если с ним всё в порядке. Ну, например, в Москве это Денис Волков. То есть, допустим, вы живёте в каком-нибудь Гусь-Хрустальном, хотите купить вела в Москве, продавцу вы не доверяете, пишите Волкову, он за какую-то копеечку ездит, велик смотрит, если велик в порядке, он вам об этом говорит и отправляет вам велосипед. Речь, мне кажется, если ты покупаешь байк тысяч за пятьдесят, то нет ничего страшного в том, чтобы скинуть пару-тройку тысяч на то, чтобы получить действительно адекватный велик. Это как в тачках, есть такое понятие автоподбор. В велосипедном мире такого, по-моему, либо нет, либо очень мало развито, но плохого в этом ничего не вижу. Если бы я не шарил и покупал в другом городе, я бы воспользовался. Это не реклама Волкова, если что. Ищите любых других чуваков, которых знают и уважают в тусовке. Если вы живёте в городе продавца, то поздравляю, бинго, фулл-хаус, флеш-рояль и так далее, вы можете приехать и физически осмотреть велосипед. И здесь опасности только две. Первое, у вас силы отберут баблищи и сбегут. Для того, чтобы этого не происходило, берите с собой на сделку кого-нибудь друга покрепче. Или себя покрепче, если вы покрепче. Сейчас, конечно, не девяностые, но всё-таки всякое случается, поэтому лучше перестраховаться. А второе, вам могут продать барахло. Сейчас поговорим о том, что сделать, чтобы вам не продали барахло. Сперва, естественно, пара душных историй от меня. Как я уже сказал выше, я помогал выбирать велик для подсолнуха и для его женщины, для Лизы. Они нашли на Авито. Клёвый вариант. Норка Сикс. За 47 тысяч рублей. Каталась девушка. Состояние хорошее. Прям приезжай, забирай и катайся. Но когда мы приехали осматривать велик, выяснилось, что ноги в штанах люфтят настолько сильно, что выгибают в разные стороны пыльник. То есть это очевидно. Это полная дичь. И, скорее всего, просто заменой башенков в вилке дело не обойдётся. Хотя даже это финансовое вложение и геморрой. И мы решили такой велик не брать. Вы можете, кстати, совершенно справедливо заявить, что Морзочи, а это была Морзочи шестёрки, восьмого года, имеет право люфтить. Но дело в том, что те люфты, которые бывали у Морзочи в восьмом году, всё-таки не такие гигантские, чтобы прямо сгибало пыльник. При том, что девушка адекватная, нормальная, общительная, я имею в виду продавец. И я на сто процентов уверен, что она не злодей, а просто не разбирается и думает, что с её велосипедом чтобы вы заказывали такой велосипед с доставкой. Поэтому велосипед надо смотреть. Второй вариант. Мы ездили смотреть Норка Align. Нашли на Авито, 55 тысяч рублей. Продавец тоже адекватный, общительный. Велосипед по описанию нормальный. Приезжаем смотреть. В вилке снизу, вместо болта с отверстием под настройку отскока, был просто глухой болт. Отсюда возникает вопрос, а есть ли внутри демпфер отскока вообще? Если он есть, в каком он состоянии? То есть, понимаете, снизу у ноги, у штанина вернее, должен быть болт с дыркой под шестигранник для регулировки. Регулировки. А там был глухой болт. То есть, видимо, родной был заменен, потому что черт его знает, что с этой вилкой делали. А амортизатор либо был завоздушен, либо еще что-то было с ним не то. Потому что в самом начале он не схватывал. У него не было демпфирования никакого совершенно. И в начале хода подвеска долбила. Сами понимаете, если покататься с долбящей подвеской какое-то время по лестницам, что с ней будет? Что будет с подшипниками? И так далее. Притом, тоже при таком визуальном осмотре ты не можешь сказать, был амортизатор завоздушен или с ним какая-то более серьезная проблема. Ну и плюс к всему там обнаружилась маленькая трещина, которую продавец не увидел. Мужик по общению нормальный, адекватный, простой. Я тоже считаю, что он не какой-то злодей. Но он также не разбирался в велосипедной теме и считал, что с его велосипедом все в порядке. А при осмотре выяснилось, что кататься на нем было совершенно нельзя. Продавцы что-то решили? Продавцы? Девушка, кстати, вообще не поняла, о чем мы говорим, что там, какой люфт, не люфт и все оставила в таком виде, в каком есть. А мужик вроде внял нашим советом и то ли хочет велик свой от ТОши перед продажей, то ли цену поменять, то ли что-то. Ну короче, мужик вроде прислушался. А самое интересное, что позже мы нашли бикит за 58 тысяч рублей у перекупа. Ну или как по-другому назвать человека, который покупает байки у участников и продает их потом дороже. Ну я буду называть перекупом, это никакого негативного подтекста здесь нет. Так вот, я честно говоря думал, что вот с этим великом проблемы будут наверняка, потому что перекупы в моих глазах, в моем воображении были какими-то такими хитрыми злодеями непонятными. Но оказалось, что этот велосипед был в лучшем состоянии из всего, что мы до этого смотрели. Из косяков была только маленькая вмятинка на ноге, ближе к короне, докуда штаны редко будут доходить при катании девушки. И что-то отдаленно похожее на намек, на трещину может быть, а может быть так показалось подсолнуху, где-то в области стакана и вообще, по-моему, это не трещина, а просто кто-то параноик. То есть вел был в состоянии садись и катайся, при том, что мы взяли его у перекупа, при том, что мы нашли предыдущего владельца, который этому перекупу продал этот же вел не за 58, а за 50 и с тормозами получше. То есть перекуп свои деньги получил, но тем не менее продал вел в лучшем состоянии из всего, что мы видели. Какой из этого можно сделать вывод? Каким бы ни был располагающим или отталкивающим продавец, о состоянии велосипеда это говорит ровным счетом ничего. И велосипед в любом случае нужно пристально осматривать. Ну и теперь поговорим о самом осмотре. Первое, что нужно сделать, это попросить продавца расписать текстом все косяки, которые есть у велосипеда, для того, чтобы вы знали в какую сторону смотреть и в принципе решили ехать туда или не ехать. Во-вторых, стоит опять же отключить в голове восторженного вот этого ребенка, включить Шерлока Холмса и настроиться на то, что вы едете смотреть, а не покупать. Вы едете смотреть, а не покупать. Вы должны заранее быть готовы к тому, что вы не купите велосипед и уедете ни с чем. Потому что если вы поедете с таким вау-настроением, то вы можете мыслить нерационально и несмотря на серьезные косяки, купить себе велик он окажется хреновым. Такая в общем себе история. Ну это как у подсомок слизы, да? Потому что они расстраивались, когда это было говно. Да, вот подсомок слизы каждый раз расстраивались, когда мы обнаружили косяки, а я считаю, что это глупость. В конечном итоге мы нашли вел лучше, а то бы взяли вот с этой свилкой убитой или со всем остальным убитым. Что бы делали с ним потом, непонятно. Надо заранее быть готовым к тому, что ты не купишь велосипед. И купить его только, если он реально хорош. И самое важное, надо грамотно велосипед осмотреть. И тут варианта два. Либо, если вы сами не шарите, найдите человека, который шарит и который мог бы скататься с вами посмотреть. Либо, если вы сами более-менее шарите, но все-таки хотите больше подробностей, я очень советую посмотреть два видео о том, как осмотреть велосипед. Это видео Сергея Пикулина. Оно короткое. Я дам ссылку в описании или в комментариях где-то. И видео от чуваков из Good Trip. Оно длинное. Они в мастерской обсасывают все тонкости, нюансы, где там, смотри, трещины, сколько скидывать цену и так далее. Реально, ну, чуваки заморочили, сделали клевый видос. Мне добавить сверх этого нечего, поэтому я тоже дам ссылку. Если перед вами стоит вопрос о смотре велика, чекните, что чуваки наснимали. Прям молодцы. И это не реклама. Я их даже не знаю, я с ним не знаком. Но какая разница? Видео-то крутое. Так, меня жена попросила на ладошах эти видосы вам показать. Иди в жопу, можно без ладош. И еще две вещи я скажу, пожалуйста, потерпите. Одна клевая, другая не очень, сами решите, какая из них какая. В Сочи живут Захар Верниченко и Илюша, которые, во-первых, построили крутой трейл на соседней с Ухуном горе, во-вторых, ищут новые маршруты и локации для катания на велосипеде, где до них еще никто не катался, и снимают об этом обо всем бомбовые видосы. Какой вывод? Если вы собрались ехать в Сочи или живете в Сочи, очень советую написать этим чувакам вместе с ними покататься или покопать, потому что катание в Сочи не ограничено одним только ахуном, горками и хмелями. У них есть еще одна гора и еще один клевый трейл с норшорами и камнями. Второй вывод, если вы в Сочи не поедете, то все равно посмотрите видосики этих чуваков, потому что они заморачиваются, снимают с коптера, монтируют все дела. То есть это такой контент здорового человека. И второе, если вам зашел этот видос, вынесли из него что-то полезное, из других видосов на канале что-то полезное, платной подписки, вы получите разные всякие плюшки. Либо это ранний доступ к видосам за сутки до их выхода в открытый доступ, либо это закрытый стрим, либо это закрытые видосы с бэкстейджами со съемок, где мы жидко шутим, либо это даже мерч. Кстати, на днях повезу футболочку партнеру канала. То есть вам разные плюшки и возможность поддержать вот этот вот проект, если вы считаете его клевым, а мне возможность делать этот самый проект, потому что видосы, ну, например, с отскоком и интервью с Бандероне, это не просто вот так вот взял и снял, непонятно что. Это сценарий, работа, монтаж, съемка. В общем, с вас поддержка, с меня контент, если он вам нравится. Если не нравится, ставьте дизлайк, отписывайтесь. Ну, все как всегда. А что еще делать, если не нравится? Так и надо. И еще, кстати, по секрету, я в ближайшее время планирую начать делать видосы для англоязычной аудитории с учетом моего уровня английского. Будет, я думаю, my name is potato, I know English, you not know, I fuck you, you bitch, как сказал классик. Классик так не говорит. Ну, это Невский. I know English, you not know, I fuck you, you bitch. Ну, и на этом уже точно все. Good luck, see you soon. Субтитры сделал DimaTorzok